Всем привет! Сегодня начнем проходить игру под названием Severance, Blade of Darkness. Одну из лучших игр старого времени. Одну из моих любимых. Начнем же! Начнем мы за рыцаря. Сарган, здоровество, рост 182.78. Королевские рыцари, искусственные воины, славящиеся своей дисциплиной, знанием военного искусства и превосходным оснащением, как при нападении, так и в обороне. Продолжение следует... Продолжение следует... Ущелье Табриза. Несколько дней назад мы покинули Тель-Халав. Наконец-то мне поручили важное задание, где я могу проявить себя. Но, увы, я потерпел неудачу. Угодил в глупую лаву и потерял всех своих людей. А теперь, похоже, пришел мой черед. Лорд Рагнар, предатель. Он продал крепость и все припасы. Королевство в опасности. Назревает вторжение. Я должен сбежать и подавить это восстание. Или погибнуть, сражаясь. Что ж, стража спит на работе. Похоже, до меня кто-то здесь еще был. Липкие стены нынче. Так он-то королевство. Что? Что ты сказал? Вот так-то вот он. Можно и перекусить. После долгих дней заточения. Продолжение следует... А вот и наши первые друзья. В простом народе их называют черви. В оригинале газита. Итак, в игре есть 3-4 атаки. То есть 5. Простая атака. Выжимается на ЛКМ. Атака влево. Атака вправо. Атака вверх. Атака вниз. А также при достижении определенного уровня будут открываться следующие дополнительные атаки. А вот и патруль. Пытаемся замагить его на удар. Удары проходят сквозь него. Это нормально. Решимся за головой. Решимся за головой. Решимся за головой. Права. И атака внизу потом влево. Довольно полезные атаки. Спим на службе, да, значит? Бедная помощь. Несколько стихий. Субтитры делал DimaTorzok Кто-то здесь ввел пир, каплевидный щит, но мы его брать не будем, так он слабоват на нас. Бои чем что-нибудь получше. Рыцарь с полным зелем здоровья. Зачем он у тебя, если у тебя десять здоровья? Итак, здесь у нас лежит отмене, оружие для варвара. Рысарь, наверное, не подойдет. Потому что получится что-то вроде этого. Вот видите, даже сам себя поранил. Проклятое какое-то оружие. Зелем мы брать не будем, мы проходим игру без зелени. Здесь у нас всякие кусты в бочке. Ага, а вот у нас и дворовой патруль. Что ж, сразимся. Ну давай, бей. А вот и главарь шайки. Берем деревянный щит. Крест имеет 80 прочности. Итак, рыцарь достиг третьего уровня. Нам открылась новая атака под названием «Северный крест». Выжимается атака плюс вниз-вверх. Можем повторять три раза. Как-то так. Как-то так. Здесь у нас всякие припасы. Как будто кто-то хотел, чтобы мы сбежали отсюда. Где всё лежит от нас? Специально для нас. Я в ужасе. Ты слышал про тёмного рыцаря? Да, я слышал много слухов про него. О чём разговариваем, ребята? О, что это? Да, я слышал. Я слышал. Я слышал. Я слышал. Я слышал. Я слышал. Больше мы разговаривать не сможете. Ну, как крысы не будем бить назад. Предупредим. Видимо, я здесь обидал. Помешали наслаждаться едой. Там окружение. А вот и обладатель чипчат оружейный. Здесь у нас всякие щиты. Делит здоровья, но все 50. И такое же. И здесь лежит новое оружие для рыцаря. Поднование булова. Переонал. Булова считается дорогающим оружием. Наносит дополнительный урон на рыцаря. Другим некоторым врагам. Оба без черепушки. Впрочем, она вам и не нужна. Здесь у нас взорвано 50. Отлично, мост опущен. Откуда прибежал ты? Интересно мне знать. Итак, рыцарь достиг 4 уровня. Ему открылась новая атака на меч Галадюс. Специальная атака именно на этот меч. Узмава гордость здесь. Выполняется. Атака плюс лево-право вместе. Как-то так. Можем вкуститься полезть на саму там. Быстрый способ, правильно? Сыр в бочках. Интересно. А здесь у нас готовится засада, да? Попробую показать Монгурдес на примере. Как-то так. Замок башни. Ключа нет. Вернемся попозже. Здесь у нас нераздели силы. Давайте возьмем его. А вот и наш первый мини-босс, так сказать. Ну, какие мы грозные. Давай проверим. По инерзии. Что такое? Испугался? А второй друг, кто что делает? Танцует? В башке у него пусто. Итак, мы получили ключ от башни. Можно вернуться назад и открыть ту самую дверь. Дальше у нас это фойст легкое броня для рысаря. А также зелья полного здоровья. Здесь у нас взяли здоровье на пятьсот. А также ловушка. Пропрыгем. Не стой там дурень. Помрешь же ведь. Ну, в принципе, ты и так помрешь. Не стой там. Убирай его! Сомневаюсь, что у вас удастся убить меня. Так, главное, чтобы сейчас его дружок не убил его самого. Какая суровая охрана. На самом деле, здорово на 150-150. Куб какой юркий. Упс. Далой башку. Жалкий трус. Слышали звук ловушки? А вот она. Как примитивно. Упс. 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 Ну, вот так-то вот. За мяч спасибо. Мяч дает 35 атаки, но убавляет 20 единиц защиты. Для одной атаки Северный Крест мне не хватает энергии, но нажатием Alt вместе с комбинацией скипает атаку. Хороший мяч. Тут у нас еще взять здоровье. И конец уровня. Идем. А новая герой подходит. И Ордер Найдер будет исчезать. И Мастер отдал меня место на его стороне, если я помочь в его планах. И так мы узнали планы Рагнара. Итак, мы прошли с вами Таврис. На этом, пожалуй, на основном написано в следующей серии мы направимся в Тель-Халаф. Всем счастливый просмотр. Всем добра.